Привет! Мы с вами находимся недалеко от станции метро Динамо и Ленинградского проспекта, который является центральной в этом районе магистралью. И здесь, по району аэропорт, от улиц Верхняя Масловка, Нижняя Масловка и Новая Башиловка до кругового перекрестка с улицы Серегина, Планетной улицы, Старой Петровско-Разумовским проездом и Нарышкинской аллеи Петровского парка, проходит Петровско-Разумовская аллея. Она проходит по границе Петровского парка, которая занимает практически всю ее нечетную сторону. Аллея обычно двухстороннее движение табельного транспорта по одной классе в каждом направлении. И да, и составляет около полутора километров, чуть поменьше. Ну, на самом деле, это никакая не аллея. По сути дела, это, в общем, обычная улица или проезд, можно было бы более правильно назвать. Ну, аллея-то, конечно, очень красивая, но на самом деле, хотя со одной стороны действительно находится Петровский парк, но такая, довольно достаточно с оживленным движением аллея. Тут очень сильное движение и много народу. Рядом метро находится, поэтому как-то на аллее не очень тянет. Ну, хотя, конечно, да, близость парка. Ну, все-таки аллея в парке, это немножко другое. А здесь это все-таки больше похоже на проезд. Хотя название, да, конечно, красивое. Вольте Петровского-Разумовской. До 19 века называлась задняя прудовая аллея по нахождению позади, относительно садьбы, пруда Петровского парка. Вот. Ну, тогда действительно, очевидно, была. Потому что аллея-то у нас была в 19 веке, вот, по, так сказать, как раз, в принципе, Петровско-Разумовскому проезду, к которому она примыкает, ну, и рядом находится Петровский парк, так что, в общем, все понятно. По бывшей высаде Петровского-Разумовской, которая неподалеку находилась, по сути дела, да. Вот. И в 19 веке, действительно, очевидно, это была настоящая аллея. Ну, видите, все меняется, и уже все расширили, проезжая часть, асфальтом все выложили, настроили многоэтажных домов разных, ну, здесь метро построили, поэтому, конечно, аллея уже, название оно такое историческое больше, нежели соответствующие действительные. Вот. Ну что, здесь, поскольку аллея все-таки находится рядом с метро, да, и такое сильное движение, есть тут жилые дома, их не так много, но все-таки они есть, и они все или советские, или постсоветские. Ну, в основном, советские. Еще он довольно интересный. Восьмиэтажный дом под номер 2, построен в 1936 году. Дом художников. Здесь проживали художники Сергей Герасимов, Игорь Грабарь, Юрий Пименов, Решетников, Валик, Йогансон, Татлин. Есть девятиэтажный дом под номер 6, ну, это обычный девятиэтажка от 1776 года постройки. В десятиэтажном доме под номер 8, в 1665 году постройки, жила художница и скульптор Екатерина Белашова. На первом этаже находится флористическая мастерская Твин. Вот, а дальше идет современный жилой комплекс Петровский замок, называется, очень красивое название, да, там состоит он из трех корпусов, переменные этажи, от 5 до 12, от 11 до 16, и от 13 до 15 этажей. То есть, в целом, от 5 до 15 этажей по номерам есть корпус 1, 2, 3, построен в 2004 году, и представляет собой действительно, как бы, такой вид замка такого, разнопланового такого, да, как бы, практически как зубцами, как крепость такая небольшая. Правда, говорят, он там жильцам проход перекрыл, да, в сторону улицы Верхняя Масловка, там, теперь из-за него не проехать, не пройти, там они все дворы оградили, решетки не только для своих, но, по крайней мере, вид действительно такой оригинальный достаточно. Не какая-нибудь там стандартная панельная какая-нибудь там 17-этажка, нет, это все немножко покруче, но, естественно, что и цены здесь тоже крутые. На первом этаже домов находятся офисы, на третьем корпусе находится музей истории евреев в России. Вот, за этим таким жилым комплексом Петровский замок находится 12-этажный дом панели 16, в 1553 году постройке в стиле Сталинского вампира. Это шло и дом Министерства обороны, еще называют дом с шарами. В этом доме жил генеральный конструктор самолетов Академии Сергея Юшин, также жил и работал генерал-майор армии и ученый в области авиационных и ракетно-космических систем Александр Красовский, также изобретатель в области машиностроения Михаил Мовиков. Раньше в доме был еще ведомственный детский сад от военно-воздушной академии имени Жуковского, который неподалеку находился там вот на Красноармейской улице, и библиотеку, ну, очевидно, своя, наверное, а может и районная. Далее идет шестиэтажный дом панели 18, в 1339 году постройки, бывший дом тоже для военных, для старшего артистского состава военно-воздушных сил Советского Союза. Ну и заканчивает этот проезд 16-этажный дом, средноэтажная межилая пристройка панели 20, в 1396 года постройки. Примерно до 1395 года здесь была каменная дача, фабриканта и мецената Сабы Морозова. В доме находится детский сад свой, живут, в том числе, и известные спортсмены, ну, потому что рядом находится стадион «Динамо», вот такой целый спорткомплекс. Ну, по имени жилых домов, также здесь находится совсем немного нежилых объектов. Это офисный центр по дырам 4, четырехэтажное здание 1777 года постройки, здесь находится медцентр, спортивное общество «Динамо» и другие компании. Ну и самое главное, строение здесь, от научно-исследовательских и испытательных центров, авиационной и космической медицины, и военной эргономики, и Министерство обороны России, и также редакция журнала «Военный медицинский журнал» под 012-я с несколькими строениями на огороженном забором территории. Здесь находился когда-то ресторан «Мавритания» Ивана Натрускина, который здесь было больше 20 построек на территории, беседки, гроты, эстрада для осуществления артистов, балерей для прогулок, в центре владения был пруд, скупание, в глубине участка курятники, коровники, сараи и погреба. В 302 году управление рестораном перешло к сыну Ивана Натрускина Сергея, и в советское время на Хаденском поле располагался военный аэродром, а в бывшей Мавритании ресторан-институт военной медицины, который, очевидно, обслужил нужды военных. Тут все во многом связано с военными. Рядом была инженерная военно-воздушная академия имени Жуковского. В 3041 году институт военной медицины был отсюда эвакуирован из Москвы, а затем был расформирован. А вот это здание бывшего ресторана Мавритании было передней в военной медицинской академии иминитировано. В 3048 году в здание въехал научно-технический испытательный институт авиационной медицины. Седьмой институт метеособороны еще назывался. Вот как раз, который сейчас здесь, в общем-то, и находится. Только несколько с другим названием, но, по сути дела, это и есть. И там проходила подготовка, в том числе, собак, к будущим космическим полетам. И вот 3 ноября 1957 года состоялся запуск искусства спутника Земли с собакой Лайки на борту. Лайка стала первым земным живым существом, животным, который оказался в космосе. Ну, позже институт переименовали, да, в институт медико-биологических проблем и перевели новое здание в метрополижайске с филиалом у метропланерное. Вот. Ну, а здесь сейчас находится, вот видите, тоже, фактически, его преемник, научно-технический испытательный центр авиационной и космической медицины и военной эргономики, тоже Министерство обороны. Вот. Ну, и рядом с институтом находится память собаке Лайки, который установлен в 2008 году. Лайка, которая прожила 3 года, с 1954 по 1957 год, это была собак-космонавт, да, первое животное, которое вывели на орбиту Земли. Вот. На космическом аппарате спутник-2 и дворняга по кличке Лайка не вернулась обратно, погибла через несколько часов после старта, хотя ее полет был рассчитан на 7 суток и погибла на перегреве из-за нештатного смещения спутника с орбиты. Вот. Эсперимент подтвердил, но при этом эксперт подвердил, что живой существо может пережить нахождение на орбите и некоторую невесомость, состояние невесомости. Вот такой инструмент тут находится. Вот. Также на этой аллее находится спортивный интернат ЦСКА, ну, тоже вот, спортивный интернат ЦСКА в четырехэтажном здании, бывший интернат Министерства обороны и школа-интернат Олимпийского резерва. И еще детский сад, здание, по-моему, 24, в 2008 году построить, трехэтажное такое типовое здание. В начале аллеи также ведет строительство спортивно-офисно-жилищного портала ВТБ Арена Парк, который как раз построил новый стадион Динамо и вообще там, в принципе, все реконструировало всю территорию вокруг Петровского парка. Ну, вот теперь строится спортивно-офисно-жилищный портал. На углу с улицы Новая Башиловка. Ну, видите, здесь довольно интересно. Интересные есть дома, интересные нежилые объекты. В общем-то, рядом Петровский парк. Так что по этой аллее вполне можно погулять, хотя сама аллея, она не очень благоприятна для прогулок. Но непосредственно около проезжей части, да, все-таки машин, много людей. Все-таки довольно так все обужено. Ну, все равно, рядом Петровский парк, так что в любом случае можно потом углубиться дальше туда, уже в углубь парка, да, в сторону Ленинградского проспекта. Ну, и посмотреть все-таки заодно здесь строение. История у этой аллеи достаточно богата. Ну, и доехать, конечно, лучше всего от метро Динамо и дальше уже пешком пройти. Можно на автобусах 22, 83, 105 и 110. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.